Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия в студии Руслан Жибкаев. Из года в год при поддержке президента России Владимира Путина и мудрой политики главы региона Рамзана Кадырова республика становится еще прекраснее. Но самое главное, в Чечне, в мире и согласии веками живут замечательные люди, представители многочисленных национальностей, которые преданно любят свою родную землю, трудятся во имя процветания своей малой родины и всей России. Войнослужащие из Чечни бок о бок со своими соотечественниками сейчас находятся на передовой и отважно ведут борьбу с основной целью, которой было и остается сохранение независимости нашей страны, благополучия и безопасность ее граждан. Сегодня в Карачаевой Черкесии начались трехдневные выборы. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов призвал всех принять участие в голосовании и отметил, что жители республики всегда отличались высокой гражданской позицией и социальной ответственностью. Своё конституционное право жители могут реализовать на 251 участке. Голосование будет проходить в течение трех дней 6, 7 и 8 сентября. Всего замещению подлежат 250 депутатских мандатов. В штатном режиме начали свою работу сегодня и все 53 участка в республиканской столице. За волеизъявлением жителей Черкесска следил Ахмат Халкечев. Ровно в 8 утра свою работу участковые комиссии, как и по всей Карачаевой Черкесии, начали с гимнов страны и республики, что в свою очередь еще раз подчеркивает важность момента. Ведь без учета мнения каждого сложно будет добиваться реального развития нашего региона. Ну а после, чтобы исполнить свое гражданское право и долг, первыми порог участка переступают самые ответственные избиратели. Всего в Черкесске зарегистрировано 85 936 избирателей. Из них 614 впервые голосующие. За что вы проголосовали? За хорошее будущее. Чтобы у нас в республике все изменилось к хорошему. За молодых, активных проголосовали. Надеемся, что скоро война закончится, наши сыновья вернутся домой. Да. Вот за что мы голосуем и сейчас за что и молимся. Высокую степень гражданской сознательности избирателей на этих выборах обеспечивает осознание того, что обновленный парламент республики будет задавать вектор развития региона на протяжении ближайших пяти лет, отмечает председатель 45-й участковой комиссии Черкесска Галина Дюрменова. На нашем участке всегда большой процент избирателей. Все избиратели активные, приходят семьями, приходят молодые избиратели. Мы рады всем людям, поэтому хотелось бы, чтобы каждый гражданин исполнил свою обязанность, свой долг, сделал выбор. На каждом участке, помимо наблюдателей от самих политических партий, чистоту избирательного процесса контролируют еще и независимые наблюдатели от Общательной палаты республики. Ну а на 21-й избирательный участок республиканской столицы заглянул еще и федеральный эксперт. «Самое главное – это то, что здесь люди действительно правильно настроены, правильно понимают ситуацию в стране. Я так понимаю, в этапе подготовительном возможно и есть какие-то трения, улаживание каких-то спорных вопросов, но на момент выборов все идут с четким пониманием, что они будут делать и как они будут это делать. Это тоже такой показатель, который именно говорит о том, что общество здоровое». Каждый, кто пришел исполнить свое гражданское право и долг, четко демонстрирует понимание того, каким должен быть обновленный парламент региона. «Здравствуйте!» «За что вы для вас живете сегодня?» «За что? За что? Чтобы всем жилось хорошо. Мы же не безразличны к нашей родине. Мы же должны жить, как нормальные люди. Как народ себя поведет, такая и будет страна. Я думаю, она будет процветающей. Не сомневаюсь». Для каждой категории избирателей предусмотрены подарки. Голосующим впервые дарили термокружки, представителям старшего поколения – ежедневники. Ну а для самых юных гостей избирательных участков заготовлены сладкие угощения, наклейки и воздушные шары. «С кем ты пришел сегодня?» «С мамой». «Что мама тебе говорила? Выбирайте. Зачем?» «Голосовать». «Что ты знаешь о выборах?» «Выборы нужны, чтобы выбирать новых людей». «А чем будут эти новые люди заниматься?» «Они будут работать для страны, для республики». Своё конституционное право жители республики могут реализовать в течение трёх дней. До 8 сентября включительно по всей Карачаевой Черкесии с 8 утра и до 20.00 вечера будут работать все избирательные участки. Ахмад Халкичев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия Выполнить гражданский долг на участке имени Героя России такая возможность появилась у жителей аула «Новая Тиберда». Сегодня с утра состоялось открытие избирательного участка номер 135, который носит имя Героя Российской Федерации Канамата Баташева. Этот выдающийся военный лётчик посвятил свою жизнь службе, родине и стал символом мужества и патриотизма. На открытии участка особое внимание было уделено важности гражданской позиции каждого избирателя. Ведь все понимают, что выборы – это не только право, но и обязанность каждого гражданина. Участие в голосовании – это возможность внести свой вклад в развитие региона и страны в целом. В числе первых избирателей – сестра и племянник Героя Патия и Атлан Баташевы. Также с самого утра на этот участок с гордостью шли десятки относильчан Канамата Баташева, понимая, что их земляк-патриот, лётчик Ас совершил бессмертный подвиг ценой собственной жизни, спас жизни многих людей и навсегда останется в памяти страны. Избирательный участок номер 135 имени Канамата Баташева расположен в школе, которая также носит имя Героя. Я очень горда пришла проголосовать за наше светлое будущее, за будущее нашей России, великой России. За кого проголосовал, я, конечно, не могу сказать, но я действительно уверен, что я проголосовал за светлое будущее, за просветание нашего аула. В КЧГУ имени Умара Алиева учреждена стипендия имени Героя России Канамата Баташева. Выплата в размере 10 тысяч рублей ежемесячно будет выдаваться студентам вуза за высокие достижения в учёбе, патриотической деятельности и за активную гражданскую позицию. Первый сертификат стипендиата уже вручён студенту факультета экономики и управления, руководителю Ассоциации студенческого патриотического клуба КЧГУ. Я горжусь Амиру Кубекову. К теме выборов мы ещё вернёмся. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. В отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11, порывы будут до 18. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 9, днём 19-24 градусов тепла, местами до плюс 15. В южных районах чрезвычайная пожароопасность. В Черкесии переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днём бессущественных осадков. Ветер восточный 6-11, днём будут порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью 13-15, а днём 22-24 градусов тепла. На каких-то участках для голосования были организованы небольшие концертные программы. На других жителей населённых пунктов радовали творческими работами умельцев. Третьи постарались удивить национальными колоритам. Так старейшины села Дружбы пришли на выборы в национальных костюмах. За процедурой голосования в ряде населённых пунктов наблюдал Артур Мхце. Я голосовала с 18 лет. 93-летняя жительница села Дружба Баблина Лепшокова вспоминает о своём первом участии в выборах. За кого голосовала уже и не скажет. Но было это 75 лет назад. Вот и теперь одна из самых известных бабушек Карачао-Черкесии радушно встретила гостей из участковой избирательной комиссии и реализовала конституционное право. Дай Бог здоровья, Аллах, чтобы долгие годы голосовали, что больше 100 лет. Да, достань, но достань. В числе тех, кто решил посетить выборы в первый день единого периода голосования, старейшины села. Сразу после пятничного намаза они пришли на избирательный участок в национальных костюмах. Чем внесли в обыденный ритм выборов праздничную изюминку. Я очень много лет хожу тут на выборы. А сейчас тем более у страны такой момент, где нужно обязательно нам всем проголосовать и сделать свой выбор. Я думаю, наш выбор будет достоин, и кандидаты себя поведут так же. На 191-й избирательный участок имеют возможность прийти около полутора тысяч человек. И немалая их часть проголосовали в первые же часы. По словам представителя территориальной избирательной комиссии, выборы проходят в штатном режиме. Несколько избирателей изъявили желание проголосовать на дому. Заранее определенный состав выездной группы после 14 часов отправился по адресам. Остальные продолжили выполнение своих обязанностей на участке в сельском доме культуры. У нас сегодня в 8 часов стартовало выборы депутатов на собрание Крышево-Часской республики 7-го Сазова. И вот с 8 часов мы работаем. У нас по плану на выезд после 14.00 мы выезжаем на голосование на дому. После 14.00. И вот у нас 12 заявлений на данное время. На данный момент 12 заявлений. Празднично проходят выборы и в ауле без линей. Жители с большим удовольствием шли на участок для голосования, чтобы не только реализовать свое право, но и насладиться приятными на слух национальными композициями. Я пришла на выборы, потому что мне не все равно, что происходит в стране. Хочется, чтобы наша страна процветала, чтобы все было хорошо, чтобы был мир во всем мире. Ну и чтобы у наших детей, у нашего будущего было все хорошо. Это наша прямая обязанность. Наш дружный коллектив состоит из 36 человек. Детский сад без линей, аула без линей. И мы считаем, что это очень ответственно. И мы должны проголосовать в будущее нашей страны. Выборы единого периода голосования пока преодолели лишь первую треть пути. И в ближайшие пару дней жители Карачаево-Черкесии на избирательных участках ожидают немало интересных событий. Артур Мухцер, Иринат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Яркую патриотическую акцию провели сегодня в Карачаевском городском округе. На избирательном участке номер 65 города Карачаевска запустили в небо 900 воздушных шаров, раскрашенных в цвета российского флага. Кроме этого, организовали множество мероприятий, создав праздничную атмосферу. Перед избирательным участком был развернут сладкий стол с угощениями для всех желающих. Жители смогли собраться вместе, обменяться впечатлениями о выборах и обсудить важные события в жизни республики и страны в целом. Была насыщенная концертная программа с участием артистов отдела культуры администрации Карачаевского городского округа. Они исполнили патриотические песни и народные мелодии. Такое объединение культурных мероприятий и процесса голосования помогает укрепить гражданскую активность населения и показать, что каждый голос имеет значение. Жители округа с удовольствием участвуют в выборах, ощущая свою причастность к судьбе родного края и всей страны, отметил мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов. Сегодня на самом деле очень хороший, светлый, солнечный день. И я со своими земляками пришел проголосовать, отдать свой гражданский долг. И в первую очередь за будущее нашей Карачаева-Черкесии и сильной, могущей России в целом. Сегодня я также хочу призвать всех своих земляков, чтобы пришли, отдали свой гражданский долг. От этого зависит наше будущее. Вообще, я считаю, что выборы – это не просто процесс голосования, это важное мероприятие в жизни каждого человека. Во-первых, на это есть несколько причин. Человек должен определить свою гражданскую позицию. Это выбор его будущего, выбор будущего его страны, его великой страны. Это развитие его страны. И я считаю, что каждый человек должен показать, сделать свой шаг для определения будущего своего государства. Голосую, стараюсь быть активным, хоть маленькую толику вносить. Наверное, если все так будут себя вести, может быть, и изменений будет побольше. В лучшую сторону, я имею в виду. В Карачаево-Черкесии завершился первый день трехдневных выборов депутатов регионального парламента. Кроме того, в большинстве муниципальных районов будут определены составы законодательных собраний. Сегодня эксперты Республиканского общественного штаба по наблюдению за выборами рассказали журналистам о ходе выборов. С удовлетворением хочу отметить, что не было ни одного эксцесса, который бы позволил предположить, что нарушены принципы конкурентности или открытости, прозрачности выборов. Значит, несмотря на такую неблагоприятные погодные условия, люди активно голосуют. Особо хотел отметить отношение молодежи нашей к выборам. Ну, поскольку я всю жизнь свою провел в образовании. И вот мы сегодня уже на большой перемене со студентами прошли в школу, которая рядом, где расположены избирательные участки. Как раз Елена Владимировна там является директором. И вот с открытой душой эти молодые люди весело прошли, проголосовали. На подъеме, на позитиве все прошло. Это отрадно, что наша молодежь вот такая добрая, открытая, патриотичная и понимает, что, значит, исполни свой гражданский долг. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите шоу «Ну-ка все вместе». Приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова